Второй вор в законе стал фигурантом уголовного дела П.О. Путинской статьи о лидерах ОПК. Во в законе по кличке Банчо обвиняется в занятии руководящего положения в преступной иерархии. Сотрудники полиции Подмосковья завели уголовное дело в отношении криминального авторитета, известного по кличке Банчо, по обвинению в занятии руководящей должности в преступной иерархии. Уголовное дело в отношении вора в законе стало вторым в своем роде в РФ после того, как была ужесточена статья 210.1 у РФ. По словам официального представителем МВД Ирины Волк, оперативникам ГУР МВД России удалось задокументировать противоправную деятельность одного из лидеров криминальной среды, уроженца Грузии Джумбера Байрамидии, известного как Банчо и установить его высокий статус в криминальном мире. Эти, а также другие полученные сведения, дали основание полагать, что фигурант занимает высшее положение в преступной иерархии. Указанное уголовное дело стало уже вторым после вступления в силу статьи 210.1 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность для лиц этой категории, цитирует Волкрия новости. До этого криминального авторитета обвиняли в вымогательстве 3,5 миллиона рублей одного из подследственных в СИЗа города Кашира в Подмосковье, а в феврале 2019 года Банчо был объявлен в международный розыск. По данным СМИ, в настоящее время Банчо скрывается в Греции. Напомним, в мае 2019 суд Томска арестовал на два месяца криминального авторитета по вступившей в силу в апреле статье о высшем положении в преступной иерархии. Этот случай стал первым применением новой статьи УК. Тогда СМИ сообщали, что арестованным оказался коронованный в 2013 году криминальный авторитет Николай Кузьмичев, известный как вор в законе Коля Томский. Закон, серьезно ужесточающий уголовную ответственность для воров в законе, был подписан президентом России Владимиром Путиным. Так, за занятие высшего положения в преступной иерархии предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 15 лет и штраф в размере до 5 миллионов рублей. Законом исключается возможность применения условного осуждения. При этом лицо, ранее состоявшее в ОПК, но ушедшее из преступного сообщества, или сотрудничающие с правоохранителями, освобождается от уголовной ответственности. Ранее Тап Ньюс писал о том, что воры в законе Калашова экстрадировали во Францию. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы и пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.